Помню мороженое, как продавалось, две вафельки, такое устройство, вафелька вниз, положит ложкой мороженое, вафелька вниз, вытопнет, вот это мороженое, помню. Но папа всегда, вот как-то часто приходил с конфетами с работы, вот это я помню. Вот лодка была у нас, мы на советской жиле, там рядом, это буквально, лодка у него своя была, он меня брал на рыбалку. Я ловил в берег удочка, это хорошо помню, а вон туда дальше, вот этот момент я помню. Я помню, комната у нас была, как обстановку в комнате, помню, этот граммофон вот этот был, комод вот этот стоял, коечка вот эта, потом занавеска папа с мамой там находились, вот это я все помню. Вот, что я говорил, вот здесь речка была, великая, вон она видна отсюда, 200 метров. Мама жила здесь двух километров, вот отсюда же, деревне хочется здесь, буквально рядом этот самый. А папа вот здесь жил, можно сказать, вот это самое, вот 50 метров от этого дома жил. Вот как они познакомились, я уж не знаю, всякие гулянки, и там, и здесь были, видимо, так вот это было. Ну, да, это я сам своими руками уже строил, в силе был, брал журнал там самостроить, что там это как указано, все. И это был хозяйственный подбор, это самое. Я вот ее еще по силы были, сам все переделал, вот, для организации, как, ну, типа, офисы там, ну, вот. И, да, да, он здесь вот располагается, вот, вот, где вы были в этом, внутри, вот, вот в этом маленьком, вот, вот, я его специально делал для этого. Ну, ну, уже вот, когда гранты получали, немецкие, кстати, два гранта, это там солидные были они эти. Мы очень сюда, вот, жертву политических репрессий приходили, мы устраивали, так, это, ну, вечер за чаем, там, вот такое. Это было целый год, я их проводил, это, а сейчас все затихло, люди постарели совсем, да и совсем уже, это, если мне 90, плюс-минус 5, все, знаете, вот, это больше-то нету. А сидельцев тех вообще сейчас в городе нету, это последний был сиделец, это отец Павел Адельгейм, вот он был последним. Этот участок, я просто узнал, что он продается, я его сразу же купил, не торгуясь ничего, сколько запросили, столько я их заплатил. Вот это наша земля, да, да, вот она туда дальше и пошла, вот яблоня, я думаю, что это она еще свидетель дома, который стоял вот сюда, полевее этой яблони. Это был вот наш дом дедушки и бабушки, вот Дзева. Я только помню, когда уводили оса, вот этот момент я помню, как это, обыск делали, как это, вот это все помню. Это пришли два молодых, я не знаю, офицеры, они в форме, такие вежливые, все это самое. И вот искали все, они что не искали, я не знаю. Мы стали с братом плакать на кровати, я не знаю почему. Они начали успокоить, сняли фотографию со стенки и дали нам эту фотографию играть. Это, вот, ну, вот этот момент я помню. Когда уводить отца стали, у мамы какой-то неестественный крик такой был, он до сих пор стоит в ушах вот. Ну вот, все. Это было в 38-м году, дедушка уже не было, его в 37-м арестовали. Да я вообще долгое время не знал, кто нам скажет, что вот они в тюрьме или кто-нибудь, да и знать-то не знали, где это. И бабушку, я так понимаю, тоже арестовали? А бабушку через несколько, сколько, через два месяца ее выслали в Казахстан. А деда арестовали? Да, деда арестовали, его через 20 дней расстреляли. Это все попали, а потом все это вот, из дела вот из этих видно. Чуть ли не создатель шпионской организации. Ну, как член этой самой такой шпионской организации, там подробно все расписано, допросы все эти есть. Ну, якобы он познакомился в посольстве в Ленинграде с польским каким-то товарищем, и связь с Польшей, и здесь якобы он в городе-острове пытался там с кем-то еще организовать вот эту... Вернее, уже вел подрывную работу. Первый допрос был такой, я этого отрицаю, я ничего не знаю. Следующий допрос, он, да, я состоял в этом самом, буквально через два дня или на следующий день, уже все, уже совсем пошли показания. Его это, ну, как называют, это начало сотрудничать со следствием. Ну, все признал свое, этот сам, что он был шпионом. Вы понимаете, почему он начал сотрудничать со следствием? Да, конечно, понимаю это. Я понимаю еще потому, что мне дядя, который отсидел 10 лет, он рассказал, как это все выбивалось, как он это... Так что я представляю, что это было. Были избиения просто и все. Или как дядю. Не особо били, но зато вот, вот, типа этого шкафа, типа телефонной будки сажали после допроса, до следующего допроса, и ты сидел там 24 часа, это сам часа, не выпускали из этого. Ну, что после этого будет? Конечно, они сознавались все уже, чем мучиться так. Властью были утверждены эти питки, в конце-то концов. Дальше нас выслали, из квартиры выкинули, выслали. Квартиру получил сосед, нашу комнату. Ради этого вот он донос сделал. А донос был такой, что якобы папа получает с Польши письма, которых не было, действительно не было. Нас выслали в Иваново, по-моему, на строительство Миланжевого комбината. Это, она считалась административной выставкой, и я долго с этим не считал. А оказывается, уголовная на неё, она как жена врага народа была, уже по закону. Ну, вот с 1938 года и по 1947 она нас не видела, и мы не видели её. Мама нас не повезла с собой, потому что чувствовала, что там ей не справиться просто будет с нами. Она отвезла нас к дедушке с бабушкой, вот в посёлок Чехачёво, тогда Тверской области, ныне это Псковская область. Вот в Чехачёве у нас была и корова была, и козы было, и даже конь почему-то, насколько я помню. Потому что дедушка, он, сам он строитель, прораб, он там в Чехачёве построил, вот с 1938 года насколько и больницу построил, и школу, в которой я учился, и пищекомбинат, который, это самое, много он уже как прораб это построил. И ездил он по деревням печки складывать или ремонтировать печки, вот. Ну, и вот это, как вам сказать, по-моему, особых бедствий мы первые годы оккупации не чувствовали, вот, потому что практически всё было огород, это, вот, козочки были, там, роза и мелкая, помню, вот. Вот, и козёл ещё такой, на котором я катался на нём, и почти ходил, вот. Мы ожидали немцев за воротами магазина, мы подлезли под эти подвороты, и за воротами уже, вот, пацаны, никого не было в посёлке, никого. Вот, утром рано. Потому что по опыту той оккупации 1918 года немцы приходили, в магазин забирали лучше, а потом раздавали, забегай и хватай, что хочешь. Вот почему мы там были. Видимо, и мы были научены вот так, и другие, которые со мной, я не помню, братик был, ну, наверное, он же тоже большой. Мне было восемь, ему было уже шесть лет, наверное, тоже был, не могу сказать. Вот. И вот, затарахтели эти мотоциклы, вот, ну, буквально, ведь это всё ближе, больше и больше. Мы уже ворота такие сплошные и споднижены выглядывать стали. Вот. Они доехали до перекрёстка, вот, куда дорога идёт сюда, она не прямо на Псков, а потом она, эта такая, и со Старой Руссы дорога, вот, этот перекрёсток доехали. Вот это мы видели, как они вверх это салютовали, вот, развернулись и уехали. А через, наверное, через несколько часов пошла уже, вот, основная, колонны пошли уже, вот, таким вот образом был этот самый. И загорелся райком партии. Его кто-то выдал, что ли, или не знаю, вот, который райком поджёг. Вот его вот эту самую вешали, когда я видел это. Веселица такая интересная, там деревянный старый домик, а на втором этаже привно по этой самой, и вот. И, по-моему, даже оборвалась верёвка, а это, его по законам или по этим самым не надо, но всё равно повесили. Боялись эсэсовцев. Фронтовики не такие они были, а вот эсэсовцы действительно. Вот, это же партизанский край был. Они экспедиции часто на эти самые устраивали на партизан. Вот. И каждый раз они разбитыми были, они с трупами приезжали. Вот. И ты тут, я не знаю сколько, 3-4 дня лучше не появляйся. Если появишься рядом, вот эта полётка холестанёт, и куда этот самый... Вот это было. У нас у каждого свой немец был. Вот сколько нас там это, 10-12 человек был свой немец. Вот. И у нас у каждого были клички. Сталин, Ворошилов, Молотов и... Ну и прочее там. Я не помню, какая у меня кличка была, но то, что у братика моего была Молотов, это хорошо помню. В клубе у них казарма это была в этом самом. Вот они на занятиях, вот в 6 вечера, или в 4-5, не помню, вечером с песней возвращаются в казарму. Я ищу мотив до сих пор, меня это звучит вот этот самый немецкий. Хайли, хайлё, хайля, хайли, хайлё, хайля, хайли, хайлё, хайли, хайлё, 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 хайлё. Ну, ходили мы ещё вечером с котелками уже, они ужинают, и остатки нам это выносили. Свой, вот этот немец свой, он соберёт ещё остатки других, которые не доели, и целый кислород выносит, мне переливает мою посуду, а мне выносит сапоги, щётку и гуталины. Вот я ему это должен был, эти сапоги вот эти начистить, и гуталины. Вот такой момент вот это был. Я одного запомнил, его так и звали, он откликался, тики-тики-точки, он по-русски всё это говорил, а дальше матерная идёт, а мы его так и звали, тики-тики-точки, он откликался. А вы знаете, что я вот это во время оккупации, наверное, больше узнал, чем это во время учёбы немецкого языка. Ну, потому что это, поневолите это, это самое. Я вот, когда мы говорили, что у нас были вот коровы, это самое, но это первый год, ну, немножко второго, сорок второго. А дальше тяжело пошло. Дальше они вот эшелоны идут, весь огород вытащат, всё вырвут, вот это самое. Хлеб вот этот немецкий, он кончился, который у них изготовлен, может, было ещё за пять лет до начала войны, вон, в таких этих самых, этих буханки, пан Гибброд. Вот этот, почему-то пан, по-польски, но мы это, они понимали, это самое. Гибброд, это, дайте хлеба там, или бом-бом, конфеты эти. Ну, дувальцам мы научились немцев на эшелонах. Они всегда молоко любят. Вот, так мы разводить его начали. А они, они, не только эта станция, наверное, такая умная была у ребят, а, наверное, они везде так это были, они уже их опыт у них был. Они пол-то деревянные, грязноватые в этих самих вагонах. Они только возьмут эту самую бутылку, откроют её и капнут. Если она светлая, действительно, вот это самое, если она не разведённая, она так и останется молоком, а так она сразу синеватой становится. Так вот, они, что же это самое, мы только это, отдашь, он возьмёт этот, пока поезд движется. Ну, это в то время, когда они уезжают, уже молоко, на остановках мы не делали. Вот, поезд пошёл, набирает скорость, это молоко мы отдаём, мы знаем, что они будут делать, потому что они потом стрелять начинают. А мы уже в канаве, уже сидим, дал ей в канаву. Поезд-то идёт, он уже не выскочит. Но, во-первых, даропали они, будь здоров, у них заминирована была, вот у нас, вот изба вот эта, что дедушка построила, она в 50 метров от, буквально от этой, от будки, где переводят стрелки там и включают семафоры, всё это, вот это было. Нам, нам даже это невыгодно было здесь, почему? Потому что баня у нас стояла, это самое, вот они заходили в баню в эту, иногда обстреливали это, вот нам это грозило большое, что могли нас этот дом снести и как угодно мы. Вот у них заминирована железная дорога, каждая рельса, каждая рельса была заминирована. Они на этой резине ехали и биффордер, шнур поджигали. Вот поджигёт и следующий, подождёт и следующий. Они успевали один шнур поджечь, а потом пять не оставалось этого. То уже биффордер, шнур там и всё такое. Вот, бежали. Так вот эти взрывы, вот такие куски рельсы через дом летели. А самое главное, не об этом хочу сказать, потому что этот дом мы собирали. И вот мы захотели этот... подорвать вот этот барак, который, где они находились. собрали целую кучу этого самого. И уже вот хорошо кто-то проходил мимо и заподозрил что-то. Как увидел эту кучу, Господи, он нас отец там разогнал, я не знаю. Да это просто какой-то... Он не в себе был. Ну, представьте себе, взорвать этот ол, вот эту вот кучу, взорвать вот этот... Я не знаю, это соседням в плече, наверное. Вот такое детство у нас было. Ну, и там другие... Оставили много всего. Мин оставили, патронов оставили. Это вот для нас была такая находка. Вот, мы этим вот и занимали. Мы, что вот это... Вот мины эти, небольшие мины, вот, которые эти бросают. Лежали кучами вот это. Мы брали эту мину, откручивали головку, иголкой этот вынимали. Этот... Баёк-то вот этот, который его... Вот его выкинешь, а эту... А она пластмассовая сама с этим столом-то. Вот. А сам этот... Ну, запалы, как его, вот этот, он такой, этот, небольшой, этот, в карман. И это в карман. Идём в лес, и вот эти самые. И что вот делали? Поджигали, просто зажигали тол. Совали вот этот туда и бросали, и ложились. Ужас это! Сейчас как вспомню, это так вообще. Так вот, и в один момент, вот я эту самую ключу, ложись сначала, прежде чем ложаться. А братик мой не слышал, наверное, он там свою, там, эту порцию делал. Когда взорвалось, он подниматься стал. И ему вот эти осколки, вот эти пласты, прямо, ну, вокруг этого, этого самого. Но не повредило ничего, только мякоть, вот эту попу и всё такое. Я прибежал, это тётушка, а уже тётя Нюша приехала. Вот старшая сестра их, вот мамина и тётя Дуни, и моя тётя старшая. Вот, она, ну, она видит, что особо не опасно. Вот иди до больницы, не уйдёшь, умрёшь. Вот, видимо. Помню, идёт вот так вот, но идёт. И плачет, а идёт. Даже мы на преступления ходили, вот это, в детстве. Когда освободили, нас сделали ветку, такую, боеприпасов туда в лес, вот это самое. Вот это. Вот, я представляю, что сейчас, когда склад боеприпасов уничтожен, говорят, так вот я представляю, что это такое. Вот, так мы часовой, ну, метрах в двухстах от нас, вот этот длинный этот ряд такой с этими ящиками, вот. Он как-то туда уйдёт, значит, он идёт туда, да, метров пятьдесят, да, и обратно идёт. Вот мы ящик снимаем этот, а площадка сделана в болоте, она насыпана, и вот, ну, такой, это самое, ну, почти в мой рост эта яма была. И вот этот край, вот этот, он твёрдый. Вот этот артиллерийский снаряд мы в ящик снимаем, берём этот, он почти с нас ростом, этот артиллерийский снаряд. Вот так, один наверху, другой внизу, и он раз, раз, и ты сам повернёшь, и вот сам снаряд вытаскиваешь, вытаскиваешь, оттуда вытаскиваешь порох, вот этот, макароны вот эти, они в тряпке туда заложены, в этой. А дальше такой порох для воспламенения у самого бойка. Вот этот порох был ценный, мы охотникам меняли его, этот порох. Вот, а вот с этим, что мы делали, с этим, с этим порохом, вот, с макаронами, такая горка была, где мы, не знаю, трубу нашли, вот эту, туда её закопали, трубу, и вот в эту трубу закинешь этот порох, один стоит с такой заглушкой деревянной, а другой с кувалдой. Вот мы это туда бросаем, одну макаронину туда бросаем, эту кувалдой забивает, он там воспламеняется, и фейерверк. Ну, конечно, когда кто видел старшика, попадала нам очень часто, и попадала довольно-таки до синяков. Да, бабушка была у меня, такая милая бабушка, это просто, не знаю, ангел какой-то это был. Вот, дедушка был другой, дедушка был суровый. И, кстати, интересно с дедушкой, как он с бабушкой, он поехал свататься, вот здесь хочется, свататься поехал к девушке какой-то. А старшая, вот бабушка моя, не замужем, а тогда порядки такие были, что вот возьми старшую, или жди, когда её возьмут, тогда ты возьмёшь эту самую. Вот так он, вот так он, вот похоже, что не очень любил бабушку. Но бабушка эта ангел была, просто, я не знаю, вот она меня, я до 13 лет был мальчиком, вообще верующим. А расскажите, как это она вам привела, вот это вот? Ну, она меня водила в храм, это за 8 километров вот это ходили мы, это я Пасху помню, вот это целование плащаницы, вот это, когда меня, я этот самый, поднимали, вот это так. Ну, и службы тогда были вечерние, вечерние, утренние, да уже утром было, поэтому спали там до утренней, а потом только литургия, я тогда не знал, что это литургия, я теперь знаю, что это литургия была. Вот. Всю оккупацию, я до 13 лет был самым настоящим верующим. И, ну, коль начал я это говорить, я на коленях молил, чтобы мама вернулась. И вот представьте себе, вот после таких молилий, мама, на отпуск отпустили её. Вот. И такой момент был, она обратилась к брату с поезда, а мы в школу бежали. Не знаете таких Юру и Толю Дзева? Откуда им эта фамилия, это понятия не имеем. Вот. Махнул и отстань на маму. Вот, а я со школы прихожу, мама сидит, я сразу бросаю, я понял, что это мама приехала. Вот. А как вы поняли? Ну, она же письма уже с армии-то писала, что она в форме приехала. Почему она в армии оказалась? Их 300 женщин таких собрали и в дегазационный батальон предложили. Вот она с самого первого дня войны и на передовой, вот в этом батальоне в дегазационном, вот эту кровушку, вот эту стирали, там это самое. Ну, вот этим занимались, занимались в основном, потому что там целую армию обеспечивают, наверное, надо это всем этим бельём и всё, чтобы это было. Стирали бельё, что это делать? Да, но мама последний, по-моему, 44-й год была уже поваром. А ну, уже нас освободили, вот это вот. Освободили как вот нас точно так же, как вот заняли посёлок, так и освободили его практически без быстро, без каких-то... Были вот с той стороны, с нашей стороны сюда трассирующие пули, видно были. Вот, ну, я не знаю, куда они летели, куда, на что они, что это самое. Вот это было. А дальше уже ночью, смотрю, мы в окопах сидели. Ведь тогда вот в этот момент мы практически в домах-то не жили. Мы в окопах жили, мы боялись это самое. Вот, окопы самые рыли. И вот, ну, не окопы, а эти землянки. Вот эта мягкость, наверное, бабушкина, вот эта вера, ну, это по-настоящему я верю. Потому что на 44-м году умерла бабушка. Всю жизнь не болела, пошла в сельсовет, босиком было холодно, запрозудилась, умерла. Юрий Андреевич, Вы всё время говорите, до 13 лет я был верующим мальчиком. А потом что с 13 лет? А в 13 лет пришёл в Апсков в 4-й класс. В 4-м классе мне 14 лет. Всё комсомольский возраст. Школу построили в горком комсомола. И вот уже эти начались, 10 сталинских ударов, за что награжден комсомол и всё прочее. Всё как-то быстро, вот в это, сразу вошёл в это, и больше и так ушёл от веры. А как это возможно уйти от мира? Ну, может быть, был бы повзрослее, может быть, бы не ушёл, не знаю. А сейчас Вы верите в Бога? Ну, а как же, я снова вернулся в 14-м году, выцерковился. Вот. Вот меня. А как Вы вернулись? Ну, это самое, немножко меня подтянули за уши. Так скажу, вот прямо. Вот у нас есть здесь группа Преображенского братства. Ну, слышали, наверное, этот союз, вернее, Преображенских братств. И они, наша группа, к Вознесенскому малому братству относятся. Вот здесь было, оглашение было, прошёл почти год. А потом вот съездил в Москву, там вот это вот, ирканился. Но я не скажу Вам, прямо скажу, что я уж не такой глубокий верующий, как сейчас. Эти все институты, эти все эти курсы, эти все, это всё поскольку раз научный коммунизм, политэкономия, они всё же отразились. Ведь мне вот это самое, вот это, сейчас я осознаю, что ни к чему было. Это два института, техникум, везде всё это было. Вот. Ваша личная встреча с мамой, расскажите, пожалуйста, как произошла, и что Вы почувствовали в этом моменте? Ну, как произошла? Слёзы. Это уже в избе вот дома, дедушка, она здесь, мы со школы вернулись. Вот. Но я сразу бросился, с порога я понял, что это мама. И даже то, что Вы её почти не видели, не помнили? Я понял, я на неё сам бросился. Может быть, Толя, не знаю, потому что он её отфутболил на станции. Вот. Но я сразу это сам. Ну. А Вы помнили маму ещё по детству? Да, скорее всего, что нет. Вот потому что, вот, по квартире, где мы живём. Вот. А на сколько она приехала? На сколько она приехала? Вот, не помню, ну, был этот, краткоподобный, этот самый, этот, вот. Она же и там числится, как жена врага народа. Хоть она и на фронте была. То есть это с неё не сняло, этот ста? Она, ну, это самое, нет, там она не чувствовала этого. Там она, как вот это самое было, как фронтовичка, она, если понадобится, я расскажу, как она возвращалась. Ну, что, потом я играл её медалями. Я помню, за отвагу и за боевые заслуги. Несмотря на то, что вот они, оружие не носили они, женщины, им, видимо, не доверяли. А вот вы сказали, как она возвращалась. А как она возвращалась? Вот, она возвращалась уже где-то, наверное, в августе или в сентябре 45-го года. Сразу её не отпустили. Вот, возвращалась она и везла нам половину солдатского мешка яблок и трилет, трёхлитровую банку семечек. Вот. И в Белоруссии, в Жлобине, на этот поезд облава НКВД на спекулянтов. И она попадает под этих спекулянтов. Её это самое тоже забрали, посчитали со спекулянтами, отобрали награды, отобрали это самое. Ну, короче говоря, посадили на... Три года она ещё отсидела. Вот, ехала гордой фронтовечкой, а вернулась такой униженной. Простите. Вот, готовлюсь к этому моменту, а всё равно самый тяжёлый момент у меня. Ну, это и то её раньше выпустили уже. Время-то тяжёлое было, послевоенное. А то уже родственники собрались, продали всё, да. Адвоката нашли, и он вызвали его оттуда. Вон он, крест. Вот, поставил вот такой крест, этот крест соответствует полностью, все размеры выдержаны этого креста, Иисуса Христа. Только вместо Иисуса Христа, вот, у нас жертвам большого террёра. Да, это отец, вот этот, тот самый, вот справа отец, слева у меня дедушка. Это, вот, откуда пошла моя фамилия. Вот, бабушка, вот её могила, вот этот самый, да. И вот, в 37-м году их разъединили. А вот я сейчас их как бы-то соединил, вот этот дедушка, этот бабушка. И мама тоже, вот там мама, могила. И вот папа, вот тут сейчас они, вот как вон вместе, вот символически, вот так это ходят. Субтитры создавал DimaTorzok